Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quarise. В продолжении видео про ВИК я хотел бы рассказать пару слов про американское здравоохранение и различного рода типа медицинского страхования. Очень много блогеров американских снимают дублированные видео про питание, про фастфуды, про кока-колу, про пиво. Дублируют информацию про грин-карты, но очень многие вопросы, которые очень важны для тех, кто проживает в США, остаются за бортом. Поэтому постараюсь и дальше рассказывать про те вопросы, про которых в русскоязычном интернете очень мало информации. Казалось бы, в Америке все здорово, но медицина это очень больная тема для Америки, она достаточно дорогостоящая. Необходимо иметь медицинскую страховку, чтобы покрыть расходы на врача или еще на что-то. Тем не менее, для тех людей, которые только приехали в Америку, или неимущие американцы, или пожилые люди, существует несколько типов программ. Основные две программы, про которые знают все, это Medicaid и Medicare. В чем разница между этими двумя программами? Во-первых, я ниже приведу специально ссылочку на статьи в Википедии, чтобы вы могли самостоятельно прочесть более полный материал и сделать выводы об одной и второй программе. Но, в двух словах я сейчас в ролике вам расскажу. Значит, Medicaid, это государственная медицинская программа по всей территории США. Осуществляется на уровне штата при поддержке федеральных властей. Medicaid может получить любой житель США, если он утверждает, что он малоимущий, у него лоанком, низкий заработок, или он безработный. Ну, и это касается еще и иммигрантов, которые дожидаются своей разрешения на работу, грин-карты, какие-то решения вопросов. Но это в меньшей степени. У вас должны быть очень веские основания для получения именно Medicaid на себя. Вы должны заполнить очень кучу бумаг, и не факт, что ваше заявление будет положительно рассмотрено. Потому что выделяется бюджет определенный на тот штат или на тот город, где вы оплаетесь. И если вы подаете на эту программу в конце года, скорее всего, эти деньги уже освоены, и вас могут развернуть с вашим заявлением. Другое дело, если вы родили ребенка в США, он получил американское гражданство. В этом случае вы легко можете подать на Apply на Medicaid на вашего ребенка, и тем самым сократить расходы на посещение на клинике или еще на что-то. Но и в том, и в другом случае вы должны будете показать выписку с ваших банковских карточек, доказать, что у вас нет денег на покрытие расходов на врачей. В этом случае власти к вам отнесутся лояльно и, соответственно, оформят Medicaid на вашего ребенка. Как это сделать? Тоже элементарно просто. Вы живете в каком-то городе, набираете название своего города в Google и добавляете плюсик Medicaid, Apply. И дальше у вас появляется куча линков, ссылок на то, на каких ресурсах вы можете заполнить форму на Medicaid, на себя, на вашего ребенка, в какой офис можно эту форму подвести, сдать. По каким телефонам можно пройти онлайновое собеседование. Второй тип программы – Medicare. Эта программа началась в 1965 году. Она для населения старшего возраста. Старше 65 лет. Это как бы уже пенсион, у них считается возраст. Это тоже льготная программа, потому что не все пенсионеры Америки, подавляющее большинство, успели отложить большие деньги на черный день. Люди, как правило, ну это американский стиль жизни. Дети живут отдельно, родители живут отдельно. У каждого своя бухгалтерия, свои траты. И, как правило, дети родителям в Америке не помогают. Это общепринятая американская практика. Это касается коренных американцев. Другое дело у мексикан и эмигрантов из Южной Америки. У них немножко другая система. Они, так как и в России, живут с семьями, и старики живут вместе с ними, бабушки, дедушки. Друг другу все помогают. Это очень позитивно. На самом деле, мы живем в мексиканском районе, мы все это видим. Но у коренных американцев это немножко не принято, вот эта ситуация. Поэтому старики оформляют на себя этот медикейр. И, соответственно, на льготных условиях тоже получают медицинское обслуживание. Даже те старики, у которых нет денег, они могут получить квалифицированное и высококачественное американское медицинское обслуживание. Вот. Ну, собственно, я рассказал все самое необходимое. А дальше задавайте вопросы. Линк, необходимый на то, как получить этот медикейр или медикейт, я приведу в описании ролика. И жду ваши вопросы-ответы. Значит, продолжаю принимать заявки на вопросы и на ответы. Теперь они будут публиковаться, самые интересные вопросы. В специальном ролике «Вопросы и ответы». Вот. Дальше, если вам что-то понравилось, выкладывайте в социальные сети, рекомендуйте друзьям. И еще раз напоминаю про конкурс «Розыгрыш приза выиграть электронную сигарету». Розыгрыш произойдет в конце мая. Вам нужно просто зарегистрироваться. Вот. У меня вот этот ролик есть. Вы найдете его в списке видео. И почему нет? Вы выигрываете. Оставайтесь на канале. Я сегодня сниму еще парочку очень важных роликов про другую интересную информацию по Америки. Удачи!